Доброе утро, хорошее утро, сегодня давайте начнем. Спасибо, что пришли к нам, мы ценим ваше время, День города сегодня. Самая интересная часть нашего семинара, мы попробуем, мы поработаем, мы дадим вам практические навыки для того, как можно поработать с оборудованием Альмолеза. Давайте начнем. Первая технология, о которой мы говорим, это два лазера, которые находятся на многофункциональной платформе, которая называется Harmony XL Pro. Это модулярная система, она существует для большого количества медицинских индикаций, она апгрейдабл, она модульная система, мы можем добавлять на нее технологии. Мы поговорим о трех лазерах, одних из главных лазеров, которые есть на этой системе, и мы сделаем вам живую презентацию, как это работает. Первый лазер, это лазер, который работает в около инфракрасном диапазоне, 15-40 нанометров, это Эрбиум Глаз лазер. Второй лазер, о котором мы поговорим, это Кью-свичевый лазер, с очень коротким пульсом, на длине волны 10-64 нанометров, неодим. Оба лазера не повреждают эпидермис, они являются неаблативными лазерами. И оба имеют фракционные технологии, то есть мы делим луч на составляющие, на фрагменты. То есть, вот если мы посмотрим сегодня на 10-64 нанометров, Кью-свичевый лазер, неодим, то мы увидим, что есть два режима, в котором может работать. В режиме пятна, то есть у нас не идет деление луча на фрагменты, на фрагментации, и второй, это фракционный режим, который мы доделим луч, с помощью специальной оптической сетки. Но в совсем другом режиме, который работает, тоже 10-64 нанометра, но это длиннопульсный лазер. Мы покажем его попозже. Тоже 10-64 нанометра, но совсем другой принцип работы. Давайте посмотрим на библию любого производителя лазерных технологий. Это график, который показывает нам, на каких длинных волн максимально абсорбируется лазерное излучение различными хромофорами. Мы видим, что на длине волны 10-64, на длине волны неодимового кристалла, мы видим, что основной хромофор – это вода. Так же, как и 15-40, он влияет в основном на воду. 10-64 и 15-40 не очень чувствительны к меланине или оксигемоглобине. Это значит, что эти лазеры, они не чувствительны или очень малочувствительны к таким компонентам, как меланин, например, или оксигемоглобин. Это воздействие на водный компонент. И поэтому эти два лазера, они имеют хорошее проникновение в ткань за счет того, что они не поглощаются, например, меланином, который находится внутри эпидермиса, они проникают глубоко. Мы видим здесь график, который показывает поглощение лазера в миллиметрах внутри нашего эпидермиса, внутри дермы. Поглощение лазера 10-64, оно наиболее глубокое, да, то есть он проникает глубже всего. 15-40 нанометров – он немножко более поверхностный. И значит, что в этом режиме мы можем использовать оба лазера практически для в тех типов кожи, потому что он плохо поглощается меланином. Давайте начнем с 15-40 нанометров – эрбиум глаз-кристалл. Это, в первую очередь, лечение активного акне, акне-вулгарис. Это пост-акне-рубцы, это растяжки, это шрамы и морщины. Это основное преимущество данного лазера. Это основные. Это технические параметры данного лазера. У нас есть три разных размера пятна, или три разных типа, которые мы используем. И это, собственно, и позволяет нам работать на разных медицинских индикациях с помощью этого лазера. Но самый длинный и самый большой – это фракционный лазер, да, который делит луч на фрагменты, который позволяет делать фотоомоложение, который позволяет делать, работать по морщинам, по растяжкам. А 4 и 10 миллиметров позволяет нам работать с разными образованиями акне различного размера. Длина пульса очень короткая. Мы говорим о трех миллисекундах. Одно из достоинств этого лазера – это контактное охлаждение. Мы видим здесь вынесенный наружу элемент пельтье и вакуумный подсос, который позволяет нам втягивать этот элемент акне и перфорировать данный элемент, для того, чтобы мы максимальным образом могли воздействовать на сальную железу. Мы можем вакуум включать и выключать, в зависимости от того, какую индикацию мы преследуем. Если мы лечим активные акне, акне вулгарис, мы будем использовать вакуум. Мы преследуем две цели. Первое – это приблизить наше акнеобразование, сальную железу непосредственно к лазерному источнику. Второе – это по возможности перфорировать эту папилу, для того, чтобы лазерное излучение было максимально эффективно для лечения. Мы можем вынуть этот элемент, в котором находится вакуумный подсос и охлаждающий элемент, почистить его. В течение процедуры наша поверхность, пятна нашего, она будет охлаждаться для того, чтобы обеспечить нам максимальную комфортность процедуры. И на каждое акнеобразование мы просто приближаем нашу насадку, присасываемся с помощью вакуума и стреляем в нее лазером. Мы видим финальную точку процедуры, когда мы видим небольшая эритема вследствие воздействия лазера на сальную железу, на водный компонент сальной железы. И плюс еще мы видим, что здесь был вакуум, да, то есть мы видим немножко такой вот остаточный эффект присасывания нашей насадки. Это воспаленные акне, и мы его перфорируем и непосредственно воздействуем на сальную железу. Финальная точка после проведения процедуры – это легкая эритема, и мы видим, в некоторых случаях, даже небольшую кровяную росу. То есть мы видим, выступает капелька крови. Это нормальный результат. Одно из преимуществ данного лазера, за счет того, что у нас есть два разных размера пятна, мы можем работать не только на акне по лицу, например, на акне на спине. Вот здесь мы видим фото девушки, у которой акне на спине. Естественно, это очень большой психологический дискомфорт, и мы можем быстро работать и по этой зоне тоже. Естественно, что в нашей машине имеются все настройки, уже заранее настроенные на данную процедуру, если мы подключаем эту насадку, но просто для того, чтобы вы ознакомились с протоколом процедур, мы показываем здесь параметры. Это очень хорошая презентация, как мы после трех процедур можем, в принципе, убирать акне. Это до и после. Акне на теле, на спине. Это резистивная форма акне, которую тяжело, в принципе, обрабатывать. Ну, естественно, преимущество данной методики, это мы не используем анестезию, минимальные болевые ощущения ощущаются во время процедуры. Это очень быстро, это дает очень хороший косметический результат, нету практических периодов восстановления, то есть наш пациент возвращается в строй, и очень маленький профиль риска. Вчера все дематологические чтения практически были посвящены тому, они, это аппендикс катана, месопер или ариокутан, тому, что ариокутан, это, в принципе, хорошее лекарство для лечения акне, но проблема в том, что, например, у этого есть очень большое количество обочных эффектов, и, например, тратогенный эффект. То есть, если девушка сегодня болеет акне, то давайте сейчас ее напичкаем контрацептивами, потому что иначе у них родятся дети-уроды. Здесь, естественно, мы говорим об абсолютно безопасной процедуре, это не системный препарат, это косметологическая процедура с помощью лазера. Естественно, все эти побочные эффекты, ассоциируемые с системными препаратами, здесь полностью исключены. Это надо понимать. Это короткая презентация о технологии самой. Вопросы, пожалуйста, будем рады ответить.